Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях секретарь регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Николай Малов. Николай Владимирович, здравствуйте! Добрый день, Татьяна! Николай Владимирович, три дня осталось до проведения процедуры предварительного голосования. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Зачем это нужно партии «Единая Россия»? Почему другие партии обходятся без этой процедуры? Ну, наверное, первое, что нужно сказать, очень правильно отметили, это нужно партии «Единая Россия». Это нужно нашей партии. Почему и для чего это нужно? Мы сегодня напрямую открыто обращаемся к нашему избирателю, в данном случае к жителям Чувашской республики. Обращаемся за помощью, помочь нам в определении тех кандидатов. Сегодня они называются кандидаты предварительного голосования. Для дальнейшего выдвижения уже кандидатами в единый день голосования 18 сентября. Для нас очень важно, с кем сегодня наш избиратель, житель Чувашии, связывает свое будущее, развитие того или иного района, республики в целом и, конечно же, Российской Федерации. Так как в единый день предварительного голосования, а он будет в один день по всей Российской Федерации, 22 мая, мы будем выбирать кандидатов предварительного голосования в Государственный совет Чувашской республики и, соответственно, в Государственную думу Российской Федерации. Для того, чтобы пояснить телезрителям, 22 мая жители всей России, в том числе и Чувашии, определятся с теми, кто уже будет участвовать в предвыборной борьбе за места в Государственной думе и в Государственном совете Чувашской республики. Ну, совершенно верно. На самом деле будет формироваться список уже, список тех, кто будет представителем от нашей партии в разных субъектах, соответственно, по разным отдомодатным округам, по федеральному списку, в Государственную думу Российской Федерации. Там, где выборы будут в законодательные собрания, это ровно то, что у нас в республике происходит. Соответственно, на этих же площадочках будут выборы предварительные кандидатов в Государственный совет Чувашской республики. Николай Владимирович, ну, насколько я знаю, подготовка к предварительному голосованию началась давно. Идет уже там практически с начала года, и объявили о начале приема документов. Вот сколько желающих, я не знаю, можно ли назвать в цифрах, и вообще, кто пожелал стать кандидатом кандидатом? Кто пожелал участвовать в процедуре предварительного голосования? Мне сейчас сложно сказать, много ли это, мало, так как мы впервые сталкиваемся с самой процедурой предварительного голосования в таком формате и в Государственную думу, и в ЗАГС собрании, и в Госсовет. Хотя мы были пионерами, то есть по первой модели предварительного голосования в административном центре, это в столице, в Щебоксарах, выбранной кампанией 2015 года. Мы проходили эту процедуру в городское собрание, так что для нас это не новое. Ну а представителей, я не буду называть конкретные фамилии, единственное могу назвать фамилию вашего покорного, слуги Малов Николай Владимирович, перед вами сидит. То есть сегодня я зарегистрирован кандидатом предварительного голосования по 37-му Канажскому округу. Ну а в целом в Государственную думу 30 кандидатов, это представители, кстати, разных отраслей, это и студенты. Члены партии, очень много тех, кто не стоит в нашей партии. Положением предусмотрено, что членство не обязательно для участия в предварительном голосовании. А если брать Государственные Советы Чувашской Республики, 170 кандидатов, это приблизительно 8 человек, 8 кандидатов на один одномандатный. 22 у нас будет по одномандатному, 22, соответственно, по списку, 44. Я считаю, что конкуренция есть, я считаю, что выбор у тех, кто придет 22 мая, он также есть. И уверен, что в числе тех, кто сегодня зарегистрированы, принимают участие, конечно же, есть достойные, кого нужно поддержать. Давайте непосредственно к 22 мая перейдем. Как будет организовано голосование, на каких участках это можно сделать, где обнаружить, где тут участок, где могут проголосовать жители Чувашии? Спасибо. Вопрос очень хороший. Всего будет 236 площадок для предварительного голосования. Сегодня легко можно их конкретные адреса узнать на сайте нашего регионального отделения, также в газете с «Единой России». Далее я хочу сказать, что наши кандидаты предварительного голосования уже с учетом своих округов выходят с пригласительными, указывая конкретный адрес, по которому можно будет проголосовать. Я думаю, что информации достаточно, и любой желающий, конечно же, найдет то место с учетом своей прописки, где ему будет предоставлено право предварительного голосования за того кандидата, за кого он считает нужным. Я знаю, что у вас еще работает телефон горячей линии. Такой телефон есть, номер 233030, то есть легко запоминается 233030. И все вопросы можно задать туда? Николай Владимирович, пришел избиратель на счетный участок. Сколько бюллетеней он получает? Сколько можно ставить отметок за понравившегося кандидата? Будет ли считаться испорченным бюллетенем, где будет больше одной отметки? Каждый желающий, кто придет на предварительное голосование, получает три бюллетеня. В одном бюллетене будут кандидаты предварительного, акцентирую внимание, голосования по одномодатному округу в Государственную Думу. Следующий бюллетень – это по списку, также Государственная Дума. Ну и, соответственно, третий бюллетень – это Государственный Совет Чувашской Республики, где будут кандидаты. Голосования рейтинговые, соответственно, и от домодатники, и списочки будут в одном бюллетене. То есть всего на руки мы получаем три бюллетеня. По поводу того, сколько галочек из-за кого, здесь у нас рейтинговые голосования, испорченный бюллетень или бюллетень, который не будет взят во внимание, к учету, это тот бюллетень, в котором не будет ни одной галочки. То есть вы имеете право, официальное право проголосовать за всех тех кандидатов, которых, считаете, нужно поддержать. То есть это может быть один, два, три и более. Но не менее одного, еще раз акцентирую внимание. То есть здесь все достаточно демократично, понравились люди, столько человек, столько галочек. Когда станут известны результаты предварительного голосования, когда мы сможем узнать о кандидатах от Чувашской Республики в Государственную Думу? Ну, я думаю, что 23 мая вы уже будете владеть информацией, будете радоваться за тех кандидатов, которых считаете достойными, за которых, соответственно, проголосовали, отдали свой голос. А те, кто не победил, за кого не отдали свой голос, вот что будет с ними, проигравшие все-таки? Ну, вот здесь вопрос, конечно, неуместен и неправильный. Потому что таковых в априори нет и не будет. Посмотрите, что не зря мы делаем рейтинговые голосования. То есть это, как правило, уже определяет, не дает сильного разрыва. Еще раз хочу сказать, что вот вся та команда, я об этом уже не раз говорил, которая вышла на старт, мы ее сохраним. Это дело чести, и, соответственно, на финиш мы приходим все вместе. Мало того, что мы потом мобилизуем все силы, аккумулируем и идем в поддержку того, кто, соответственно, набирает большее количество голосов. Но еще раз хочу сказать, что ни один участник не будет потерян. Это принципиально важно, это для нас дорого. Мало того, что каждый, кто сегодня, будь то студент, будь беспартийный сторонник нашей партии, сегодня он уже в нашей обойме. То есть сегодня это те, соответственно, на кого наша партия готова опираться. Если, конечно, помыслы чисты. Это очень важно. Ну, а так, мы об этом не раз уже говорили, наша партия открыта. И Дмитрий Анатольевич Медведев говорил, что и Путин Владимир Владимирович на этом делал акцент, что нужна свежая кровь, нужны новые люди. Но очень важно знать и понимать, новые лица – это одно, но основной и главный, конечно, критерий – это профессионализм, это понимание того, что нужно делать и как делать. И понимание сегодняшней реальной ситуации. Это вот очень важно и самое главное. Николай Владимирович, ну вы сейчас в эфире национального телевидения «Чувашия» можете пригласить избирателей на счетные участки. Не просто могу. Я обязательно этой возможностью воспользуюсь. Приходите, голосуйте. Конечно же, ваш голос очень важен. Важен нам, нашей партии, партии «Единая Россия». Спасибо большое, Николай Владимирович. Спасибо, что ответили на наши вопросы. А я напомню, что сегодня в программе «По существу» был секретарь регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Николай Малов. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!